Всем привет, дядя Сережа на связи и сегодня я уходной. Сейчас я вам покажу, как я собирал свою первую машину ВАЗ-2108. В данный момент я коплю на новое оборудование и пока что показываю вам свой старый контент, но в новой обработке. И сегодня вы посмотрите, как я делал свою первую машину, это была ВАЗ-2108, своими руками. В ближайшее время я обещаю, что я накоплю на хорошее оборудование и будем с вами снимать самый топовый контент. Свой первый автомобиль я приобрел в 2017 году, если я не ошибаюсь, и сразу приступил к своей работе, ведь я мастер и я сразу понял в чем проблема. Эту машину я купил за 5 или 7 тысяч рублей, я точно не помню, и она была в очень жутком состоянии. Но в кармане всего было 2-5 тысяч рублей на ее ремонт. Кстати, не забывай подписываться на мой инстаграм, который находится здесь. В нем я выкладываю отрывки из своих новых видосов. Если тебе будет интересно, обязательно подпишись. Только купил я этот автомобиль, я сразу же загнал к себе ее в гараж. Тогда я еще жил в Ярославской области. И приступил к ремонту. В общем, на эти копейки то, что у меня были, я сразу же поехал с другом в магазин, и мы закупили баллончики, шпатлевку, всякую-всякую привуду, мелочь, в общем. То есть, опять же, повторюсь, что это обошлось 2-5 тысяч рублей. Я полностью разобрал свою машину, и так как мой хороший знакомый очень отлично варит, мы перегнали к нему, и мне быстро заварил всю подвеску. Мы поменяли лонжероны, пол морды переварили, сразу же вырезал, выкинул ручки, потому что в 2017 году это была вот такая вот тема. Кто знает, обязательно поставь лайк. Денчик, огромное тебе спасибо за то, что помог мне заварить мою ласточку. И держите ссылочку на него, обязательно добавляйте, пишите. Это лучший сварщик во всем мире. Как только мы заварили полностью всю машину, я сразу же пригнал ее к себе домой, и приступил к первой покраске. В этом мне помогал мой друг Ромыч, которому огромное спасибо, и, кстати, вот ссылочка на него. Всю машину я полностью зашпаклевал, к сожалению, фотографии с того момента не осталось, но немножко материала я собрал. Я фоткал тогда еще на самый-самый старый телефон. После того, как я зашпаклевал всю машину, я сразу принял решение сделать ей супер-турбовый рисунок. Отклеил всю машину скотчем, нанес рисунок, то, что у меня было в голове, и тремя разными цветами просто вручную покрасил, а сверху покрыл лаком. Так как в боковых дверях и в багажнике мы вытащили все замки и заварили все отверстия, то, что там были, я поставил автоматические замки, которые открывались у меня с пульта. Когда ты подходишь к машине, ты нажимаешь на пульт, у тебя все двери открываются. На отдельную кнопку я вывел с себя открытие багажника. Если ты сидишь внутри, внутри у меня тоже не было ни одной ручки, только для закрывания дверей. Поэтому, что выйти из машины, у меня на торпеду было выведено две кнопочки. Когда ты на нее нажимаешь, у тебя дверь открывается. Если нажимаешь на вторую кнопку, открывается вторая дверь. На третью кнопку открывается багажник. После чего я заказал передние и задние бампера, которые, к сожалению, не успели прийти, потому что я их ждал 2 или 3 месяца. В итоге что-то как-то затерялось, я уже катался без них. И в итоге так тачка и ушла. Все-таки надумал переехать в Санкт-Петербург, в Ярославской области. И я вынужден был продать ее, эту машину. Сейчас эта машина ездит в Астрахани. Автомобиль я делал лично для себя, просто по приколу, чтобы провести свободное время. Кстати, в прошлом видео я делал обзор на наушники, которые вы можете посмотреть вот здесь. Сейчас выскочит подсказка. И мы их с вами разыграем. Розыгрыш будет 10 ноября в прямом эфире. 10 ноября я выберу победителя и пришлю вам эти наушники, на которые я снимал обзор. Для участия в конкурсе вам всего лишь нужно внизу этого видео, не того видео, а этого видео, написать любой комментарий и в конце написать участвую. Друзья, еще раз говорю, что пока я коплю на оборудование, я вынужден снимать на телефон. И то, что у меня сейчас есть, это то, что у меня сейчас есть. В дальнейшем будет хороший контент и хорошее качество видео. Сейчас пока я способен только на это. Поэтому огромное тебе спасибо, что досмотрел это видео до конца. И вообще, в общем, что смотришь мои видосы. Я очень рад. И обязательно ставь лайкос. Если тебе не понравилось видео, тогда ставь дизлайк. Все равно любая активность для меня сейчас важна. С вами был дядя Сережа. С вами была лучшая турбовая тачка 2108. Всех обнял. Дядя Сережа на связи.